Откровение, глава 2, стихи 8, 11 Под скорбью в данном случае в первую очередь подразумеваются гонения за истину со стороны тех людей, которые называют себя поборниками истины, но таковыми не являются. И, во-вторых, всевозможные болезни и бедность. Вред же от второй смерти, доколе мы живем, в теле выражается в потере радости о Боге и в потере упования на Бога. В то время как верность Богу в сохранении упования на Бога является богатством. Именно если мы сможем сохранить верность Богу и упование на Бога, это и есть наше богатство. Впрочем, ты богат. Ты богат только при одном условии. Если ты смог сохранить верность Богу, доверяешь Ему и продолжаешь уповать на то, что Он обещал, что однажды Он несуществующее приведет в существующее. Причина же, по которой дьявол будет обладать правом искушать нас скорбями дней десять заключается в том, что мы имеем некое отношение к закону Моисееву благодаря определенной зависимости от наших плотских наклонностей. Так как закон Моисея дан не для праведных, а для непокорных, для грешников, то в силу этого доколе мы зависим от наших плотских наклонностей, мы имеем некоторое отношение к этому закону. А дьявол имеет право заключать в темницу скорбей всех тех, кто находится под этим законом. А посему быть заключенным в темницу в данном случае на дней десять означает находиться определенное время под стражей закона. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере, Галатам 3,23. Когда мы верою сможем наконец-то осуществить, кто мы во Христе Иисусе и кем для нас является Бог, тот дьявол потеряет силу искушать нас, делать нам больно. Если человек в эти символические десять дней остается верным Богу, ему обещан венец или корона жизни, под которой подразумевается царственная власть жизни, над царственной властью смерти и над всем тем, что производит смерть. Псалом 33,11 говорит, Побеждающие или ищущие Господа – это те, которые компенсируют свою нужду в любом благе в поиске лица Господня. Когда любая нищета, любой недостаток компенсируется поиском лица Господня, так как на самом деле сам Бог является нашей пищей, нашим богатством, нашей премудростью и нашим наследием. И если бы мы обладали всеми благами земли, но в силу каких-либо причин, были бы лишены возможности искать Бога и иметь с Ним общение, то уже ни одно из этих земных благ не могло бы восполнить наши нужды. И мы рассматривали бы такое состояние, как невосполнимую утрату и как вред от второй смерти. И так, чтобы облечься в царственную корону жизни и победить как вторую смерть, так и следствие, исходящее от второй смерти, необходимо, когда нас постигают скорби и нищета, не роптать, а оставаться верным исполнителем заповедей Божиих. Именно исполнение заповедей Божиих свидетельствует о нашей верности Богу и таким образом дают Богу право защищать нас и благословлять нас. И в основании исполнения всех заповедей, насколько нам известно, которые регулируют отношения наши с Богом, является наше правильное отношение к заповедям десятины приношений. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». 1 Тимофея 6, 10. Раз корень всех зол – это сребролюбие, то, следовательно, корнем всякого добра является власть над серебром, которую мы можем проявить лишь в одном случае, когда мы своевременно приносим десятины приношений Богу как почтение, как наше поклонение, как признание над собой Его власти и как выражение нашей любви. Именно это означает приносить в предписании, которое показал Бог. Мы приносим и ищем Его, а Он, в свою очередь, начинает заботиться о нас. Мы таким образом открываем возможность благословлять нас, потому что наша задача в приношении десятин – искать Бога, а Божья прерогатива, Божья ответственность – благословить нас, дать нам ровно столько, чтобы мы могли не потерять Его из виду. Потому что для некоторых детей Божьих то благословение, которое они хотят иметь, я имею в виду материальное, если Бог даст его немножко больше, они просто потеряют Бога из виду. Они начнут кланяться этому благословению, почитая, что это и есть Бог. Как многие так называемые пятидесятники кланяются говорению на иных языках, полагая, что это и есть Святой Дух. Что говоря на иных языках, они, видите ли, обладают Святым Духом, забывая, что Дух Святой и иной язык – это абсолютно различные вещи. Потому что есть дар Святого Духа и есть Сам Святой Дух. Когда Бог дает свой дар в Духе Святом, и мы начинаем говорить на иных языках, это наш Дух говорит на иных языках, а не Дух Святой. И это дар Святого Духа, чтобы наш Дух мог общаться с Богом, используя наш речевой аппарат, чтобы мы говорили тайну Богу и назидали свой Дух, а Бог говорил свою тайну нашему Духу. Но это же не Дух Святой. Но, повторяю, я был воспитан, что это был Дух Святой. И я думал, что это Дух Святой. И всех нас учили, что все те, кто не говорят на иных языках, у них нет Святого Духа. И таким образом люди, которые говорят на иных языках, в большинстве своем так и думают, что не имеют Духа Святого. Апостол Павел, обращаясь к людям, которые говорили на иных языках и даже практиковали дары Святого Духа, говорил им не имеющие Духа. Душевные, не имеющие Духа. Душевный человек не может иметь Духа Христова. Он почитает безумием учение о Царстве Небесном. Он говорит о нем, но он не соображает, что это такое. И в силу этого он отрицает чтить Бога десятинами приношениями, говоря, это относится к Старому Завету. Покажите мне по Писанию, где это относится к Старому Завету. Ведь десятины не являлись Старым Заветом. Они были далеко до Старого Завета. Авраам и Сяк Иаков не жили под законом, ничего не знали о законе. Откуда же они знали, что Бога следует почитать десятинами? И если ты, говорит Иаков, позволишь мне возвратиться в эту землю, то этот камень, на котором ты открылся мне, станет Домом Божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я отдам тебе десятую часть. А до него его дед Авраам принес десятинные приношения Милхиседеку, царю города Салима. И этим самым апостол Павел в 6 главе к евреям пишет, этим самым Бог показывает, что был некто больше, чем Авраам. Милхиседек, которому он приносил. И беспрекословно, меньше благословляется большим. И не Авраам благословил Милхиседека, когда встретился с ним, а Милхиседек благословил Авраама, когда он принес ему десятины. Поэтому, если мы хотим быть благословенными действительно, нам надо обратиться к Богу. И этот корень всех зол подрубается именно, когда мы правильно приносим десятинные приношения, когда мы чтим Господа, когда мы не ищем богатства тленного, а ищем Его лица богатства нетленного и даем возможность Ему самому благословлять нас так, как Он это находит нужным. И радоваться благословению друг друга, а не завидовать благословению друг друга. Итак, мы сейчас будем почитать Господа, поклоняться Ему в десятинах и приношениях, признавать над собой Его власть, выражать свою любовь, и будем петь песню «Благодать и любовь от Отца». Встанем, пожалуйста. Я делаю это всегда в центре, в начале служения, именно потому, чтобы почтить Господа, чтобы последующая часть служения могла проходить в юридически-правовом основании. «Не являйтесь пред лицом Моё с пустыми руками», говорит Господь, «но принесите то, чем благословил Я вас». Итак, я с удовольствием напомню, что всякий раз, когда Израиль приносил десятины и приношения в храм Господень, он обязан был по предписанию Моисея, которое тот получил от Господа, возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Итак, мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваше приношение и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться. Можете садиться. Можете садиться. Можете садиться.